Девушки отдыхают Лепота вот так бы и лежала, и лежала, и смотрела на небо, на проплывающие облака, и нюхала прекрасные незабудки, но, увы, не могу, у меня совсем нет времени, у меня назначена встреча в музее пейзажа, там меня ждет Наташа, мы должны с ней сегодня поиграть в очередной раз, все-все-все, спешу, тороплюсь. Рита, здравствуй! Ой, Лита, а ты что такая грустная сегодня? Эх, Наташа, я вот тут стою и думаю, как было бы здорово и мне попасть в какую-нибудь картину. Люди выходили, любовались и говорили, ой, какая симпатичная эта обезьянка. Но это только лишь мечты. Обезьянам в искусство вход воспрещен. Это такая несправедливость, прямо до слез обидно. Ну что ты, Лита, помнишь, в прошлый раз мы с тобой искали птиц на картинках? Да, я помню. А в этот раз мы будем с тобой искать животных в наших пейзажах. Я тебя уверяю, их очень много. Художники издавна изображали животных на своих картинках. И даже древние люди рисовали их на стенах пещер. И можно сказать, что первый древний человек, который изобразил первое животное, был анималистом. Как вы, Наташа, сказали, анималистом? Правильно. Анималистами их называют художников, которые изображают животных. От слова animal. Рита, а давай сейчас пойдем искать животных на наших картинах. Ой, давайте, 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 пойдем. Рита, кого ты видишь на этой картине? На этой картине я вижу красивую белоснежную лошадь. А на этой картине тоже есть лошади. Такие красивые, большие, а на них всадники. А вот еще одна картина, в которой нарисована лошадка. Ой, а что она это делает? Рита, она помогает человеку. Ее запрягли в сане, и они вывозят удобрения на поля. А в этом пейзаже я нашла коров. Целое стадо! Ой, Наташа, оказывается столько картин в музее с изображением животных. Да, правда, у нас их очень много. Кстати, Рита, ты говорила, что много путешествуешь. Значит, делаешь много фотографий и выкладываешь их в интернет. И больше всего лайков собирают наверняка те фотографии, на которых есть животные. Это правда? Да, правда, правда. А вот сто лет назад художников не было смартфонов, но были холст, кисти и краски. И с помощью их они создавали великолепные пейзажи и частенько добавляли туда животных. Интересно, это зачем? Чтобы лайки на выставках собирать, что летать? Ну, конечно, художники хотели известности и популярности, но добавляли животных не только за этим. А вот зачем, мы сейчас с тобой поговорим. Очень часто животные помогают переиздать в пейзажи масштаб. Это как? А сейчас разберемся. Ты видела когда-нибудь настоящую корову? Ну да, конечно, я видела коров. Целое стадо. Они паслись по дороге в плес. Я их хотела сфотографировать, но они оказались такими большими, что я даже и не ожидала. Тогда посмотри на эти картины и почувствуй, какие же гигантские деревья из полины растут в лесах. Такие огромные, что большие коровы кажутся на их фоне совсем крошечными. Ну да, такие крошечные, что я и не сразу их заметила. А теперь посмотри, как много лошадей в картине Туржанского «Лошади на окраине деревни». Угу, так много. Это групповый лошадиный портрет. Это пейзаж, Рита. А животные помогли художнику его оживить. Ты заметила? Они все нарисованы в движении. Да, да, я вижу. Одна лошадь бьет копытом, другая жует сено, а эта наклонилась носом в снег. А две первые уже готовы отправиться в путь. Им не терпится поскорее тащить сани. Рита, ты заметила, что в картинах русских художников все чаще изображены домашние животные? Да, заметила. Это лошади, овцы, коровы. Правильно. Это помощники и друзья человека. А ты когда-нибудь пробовала сама нарисовать животное? Ну да, я пыталась однажды, но это очень-очень трудно. Конечно. Животные очень непоседливы. И поэтому художники стараются быть очень наблюдательными. Они долгими часами смотрят за животными, наблюдают за их пластикой, движениями, а потом стараются запечатлеть их на холсте. Посмотри на этих коров, как их замечательно изобразил художник Федоров. Да, глядя до них, мне даже кажется, что я слышу их протяжные. За домашними животными мы можем наблюдать у себя дома или в деревне у бабушки с дедушкой. А у тебя есть такой друг, кого бы ты нарисовала в своей картине? Да, конечно, у меня есть друг. Это собачка. А у вас, Наташа, есть картины с собачками? Конечно, есть. Вот посмотри картины Дубовского «Дети и собачка на берегу». Наташа, а почему вы меня вот в этот зал не водили? Тут тоже есть картина с изображением дракона. Я вижу, и от его голова хитрый прищуренный глаз. Ну какой же он огромный! Ну и фантазерка-то Рита, не бойся. Многие ребятишки замечают этот образ какого-то зверя. Но на самом деле никакого зверя нет. Это просто камни. Картина так и называется. Крым камни. А написал ее художник Аркадий Рылов. Он был очень добрым человеком. И это чувствовали не только люди, но и звери. Однажды он написал свой портрет с белочкой на руке. Аркадий Рылов был удивительным человеком. В своей мастерской он устроил уголок леса, где без клеток жили птицы и звери. И даже неизвестно откуда взявшаяся обезьянка-манька. Он покупал больных животных и подбирал их в лесу, лечил, а весной выпускал снова. У него было даже два муравейника. А когда он возвращался в свою мастерскую, то из-за печки выходил настоящий заяц. Ну что, Рита, наша встреча подходит к концу. Ой, как жалко. Мне так понравилось. Наташа, можно я еще раз к вам приду? Конечно, я буду тебя очень ждать. Ой, что творится, что творится. Настоящий лягушачий концерт. А вы боитесь лягушек? А я не боюсь, я люблю их слушать. Ой, да и вообще в музее мне так понравилось. Даже не ожидала, что будет настолько интересно. Я всех животных очень-очень люблю. В плюсе их очень много и разных птичек, и зверушек. А знаете что? Меня дома ждет мой любимец. Ребята, а у вас есть любимцы? Присылайте их фотографии в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok